После десятой части шоу попало в самый настоящий производственный ад. Было масса идей касательно продолжения, однако это ни к чему так и не привело. Но шоу, как говорится, должно продолжаться, поэтому примите максимально обтекающее положение. А сегодня с вами Максим, и это одиннадцатая часть пиратских игр по Half-Life 2, Rock 24. И я не уверен в актуальности подобного решения, хотя с другой стороны должен же кто-нибудь делать обзоры, пока Лёха находится в плену у интерактивного кинца. Задвигая в десятой части тему об одноигровках, я совсем не справедливо обошел стороной такое весьма любопытное детище, как Rock 24. Дизайн, для которой пираты в очередной раз слезали с тех немногочисленных артов по оригинальной игре. И непонятно, почему они остановились именно на этом, наверное, потому что все богом забытые тайтлы выбегали к подобному. Качество описания у большинства пиратских дисков примерно на уровне каламдити в ангар. Особенности такие шедевальные выражения, как «Юповстамец», «Красномя». Это, блять, что, дань уважения словарю языкового расширения Солженицына? Конечно же, данное описание, как и всё, собственно, честно спизжено с фанатского сайта. Потому что думать пиратам некогда, ведь время – деньги. Вот и мы не будем терять своё и вставим этого сукиного сына прямо в дисковод. И понеслось говно по трубам. И после этого мне говорят, что я предвзят. Не бери в голову, бери в рот. Диана, ты не помогаешь. А кто сказал, что я должна? Не могу выразить словами, как же мне, дорогие пираты. Хотя нет, могу. На 150 рублей, сука, они мне дороги. Почему, если модификация действительно стоит внимания, то вероятность того, что её будут заливать не криворукие дебилы… Крайне мала! Немного повозившись с игровыми файлами, мне всё же удалось воскресить этого Франкенштейна, и вот что мы ими. Рок 24 появилась благодаря стараниям двух талантливых парней – Ричарда, не могу произнести, и Хенли Берри. Проработанность мода в плане локации и игрового процесса действительно вызывает уважение. Если офшор был просто растянутым на пять часов коридора, то Рок 24, несмотря на небольшую продолжительность, очень насыщен событиями. В нём очень много диалогов и различных фишек, типа катсцен, загадок и экшена, которые также разнообразны бы, можно использовать различные элементы окружения. Как и большинство других, Рок 24 посвящена похождению Гордона Фримона во время его тотального замеса с комбайнами. То есть модификация носит характер дополнительного приключения, что бы это ни значило. И оно про тюрьму. Подобных модификаций уже на тот момент были сотни, тысячи, таблет, миллионы. Но в отличие от остальных, это не Ноа Проспект, а объект под названием Скала-24, в которую герои направляются для спасения одного хакера. Рабочее название данного мода, скорее всего, должно было быть «Спасение рядового хакера», дошло, а-а-а. Начинается модификация от скатсцены, которая демонстрирует рыболовное судно сопротивления, неподалёку от побережья Сити-17. Там капитан корабля Хэдли объясняет Гордона, что они должны вытащить учёного по имени Ричард Джош Ньюэлл, что само собой является отсылкой. Ричард просит спасти его поскорее, капитан говорит, что корабль уже засекли и комбайны вот-вот явятся, как вдруг прилетает босс-вертолёт. Постанцам удаётся сбить первое, но второе уничтожает капитанский мостик. Благо капитан не из робкого десятка. Он убегает. Что? Всё, небольшой расход. После бегства капитана судно полностью уничтожает и Гордон попадает в тюрьму ROG24, которая строится прямо на глазах благодаря новой технологии NVIDIA. Задолбал. У меня просто ностальгия по ГРС моду. Тебе не понять. Проснувшись в камере, первый человек, который увидит Гордон, становится Ричард тот самый, которого они и должны были спасти. О, какой поворот! Ричард говорит, что подготовил небольшой саботаж. Для этого Гордону требуется кинуть что-нибудь щиток поблизости. И когда он это делает, решётка открывается, и Гордон, прихватив монтировку, палясь всем и каждому, сваливает через вентиляцию. Побродив ещё немного, Гордон натыкается на свой костюм, который компании припрятали и даже капсулу нашли. Блять, у меня дежавю. После получения костюма с Гордоном связывается Ричард и говорит, что теперь пришло время валить. Но внезапно распространяет трансляции на другие компы тоже, и Гордону устремляется охрана. Поубивав всех при помощи пулемётов, Гордон спускается внутрь пункта охраны, и Ричард открывает ему шкаф с оружием. И говорит, что в следующем помещении находятся всевозможные твари, и там Гордон натыкается на Джиммен. Вернувшись обратно на землю, Гордон, убивая зомби на своём пути, приближается к камере Ричарда и встречает капитана, у которого, оказывается, есть понятие о чести, ведь он не выдаёт альянсу цель прибытия. Должно быть, произошёл небольшой рассинхрон между сюжетом и игровым процессом. Интрига уровня реальных врача, блять. Далее Гордон находит Ричарда, но сперва... Освободив Ричарда, тот благодарит за спасение и говорит, что нужно отключить блокировку, дабы выбраться на поверхность. После чего начинается самая настоящая операция по спасению заложника. Ты просто гений. Правда? Нет. Пережив очередное столкновение с комбайнами, Гордон отключает блокировку и находит Ричарда. Тот говорит, что ситуация становится только хуже, и затем немного стеза с его участием, куда же без него. Там они освобождают девушку по имени Лора, которая объясняет, что вся тюрьма трещит по шлам и нужно валить. Затем принимается вызывать спасательную команду по рации. Хотя, если учесть тот факт, что её голос слышно даже сквозь стены, не думаю, что рация вообще нужна. Оставив Лору позади, героям удается найти путь на поверхность, однако лифты приказали долго жить, что вынуждает воспользоваться лестницей. Там Ричард говорит Гордону, что наверху слишком темно и нужно активировать освещение, чтобы не стать закуской для хэдкрама. Конечно же, это просто попытка немного растянуть игровой процесс, так как начинается коллапс, и тюрьма просто рушится изнутри и разделяет героев. Не могу винить за подобное разрабов, порой самому приходится для увеличения монтажа прибегать к подобному. Мне метнуться до магаза за выпивкой? А что есть повод? Ты впервые в жизни сказал правду. Подобный поворот событий вынуждает Гордона воспользоваться лифтом, который внезапно падает, благо рядом стоял второй. Далее Гордон встречается с Ричардом, и тут я спалил две вещи. Расставание длилось максимум две минуты, а второе, разрабы из Royal Radius Entertainment спиздили шутки из Rock24, чтобы продать за реальные сука деньги в своем грандиозном проекте. Не поймите неправильно, я не собираюсь разделять мнение большинства относительно Хандаун Зе Прима, но сам факт, что игра держит планку хуёвости на протяжении всего прохождения, меня немного пугает, а не боевые сцены чего стоят. А если брать во внимание гейм-дизайн, то по сравнению с Rock24 в Хандаун Зе Прима его нет вообще. Поэтому если мне предложат выбирать между 30-ти минутным удовольствием и 5-ти часовым страданием, думаю, выбор очевиден. Выбравшись на поверхность, герои, пробираясь через снайперов и референ в сторону 4-го обители зла, потому что разрабы могут, попадают на вертолетную площадку, куда также прибывает и вооруженная до зубов группа повстанцев, а затем ещё и вертигонты подтягиваются, всё ради одного хакера. Одного, блять. Ты до сих пор считаешь, что спасение рядового хакера звучит глупо? Ой, всё. После битвы лидер повстанцев говорит, что их вызвала Лора, и они обязательно отправят за ней группу, после чего за ними прилетают вертолёты, и на этом конец. И если взвеситься за и против, то реальный существующий недостаток моды – это то, что он на 2 минуты длиннее, чем Хоум Фронт, а в остальном я польшо. Если бы она запустилась 17 лет назад, цены бы, сука, ей. О, поход кто-то забыл добавить вертолёт на задний план. Ну ничего, дядюшка Максим всегда идёт навстречу юным дарованиям, достаточно просто… Да где же… Вот оно. Теперь делаем вот так. Бля, потрясающе.